Под заголовок 7. Конференция в Сан-Ремо и британский мандат. В британской политике ясно выражалось убеждение, что существуют два народа – арабы и евреи, и каждый из них получил свое. В декабре 1917 года, вскоре после оглашения Декларации Больфура, заместитель министра иностранных дел Лорд Роберт Сесиль объяснил политику своей страны в очень простых словах. Мы хотим, чтобы арабские страны принадлежали арабам, Армения – армянам, иудеям – евреям. Оценивая много лет спустя результаты Версальской конференции, Ллойд Джордж был оскорблен предположением о том, что мировые державы обделили арабов в Палестине или где-либо еще. Цитата. «Ни одна нация не извлекла столько выгод из верности союзников своему обещанию защищать интересы угнетенных народов. Благодаря огромным жертвам союзных наций и особенно Британской империи, арабы уже получили независимость в Ираке, Аравии, Сирии и в Трансиордании. И это несмотря на то, что многие арабские народы всю войну сражались на стороне своих турецких угнетателей. В частности, палестинские арабы воевали за продолжение турецкого господства». Конец цитаты. «Сходным образом резюмировал суждение британского кабинета в вопросе об оказании покровительства евреям, желающим создать собственное государство в Эрецисраэль, и южноафриканец Янс Мац, член Британского военного совета, принимавший активное участие в дискуссиях по поводу декларации Больфура и Версальского договора». Цитата. «Казалось само собой разумеющимся, что широкомасштабное переселение евреев на их историческую родину никак нельзя расценивать как враждебный акт по отношению к арабскому народу, который по окончании Первой мировой войны оказался в гораздо лучшем положении, нежели любая другая нация, причем это произошло благодаря усилиям Британии». Конец цитаты. И нет ничего удивительного в том, что лорд Бальфур официально выразил эту точку зрения в письме от 2 ноября 1917 года, переданном через Ротшильда лидером британской сионистской организации. Цитата. «Правительство Ее Величества благосклонно расценивает усилия по созданию в Палестине национального очага для еврейского народа. Оно приложит все старания, чтобы содействовать осуществлению этой цели. При этом следует ясно понимать недопустимость шагов, ущемляющих гражданские и религиозные права нееврейского населения Палестины или же права и политический статус евреев, проживающих в других странах». Конец цитаты. Со временем этот документ получил известность под названием «Декларация Бальфура». Всем было ясно, что усилия по созданию еврейского национального дома в Эрецисраэль приведут в конце концов к появлению еврейского государства, в котором арабы будут меньшинством. Этому меньшинству надлежало обеспечить гражданские и религиозные права. Казалось, что таким образом проблема будет исчерпана. В 1920 году в Сан-Ремо состоялась конференция Лиги наций. В ходе этой конференции Британии был вручен мандат на управление Палестиной. Принимая свое решение, Лига наций опиралась на декларацию Бальфура, отдельные формулировки которой были включены в текст мандатного поручения. Цитата. «Мандатный уполномоченный, то есть правительство Великобритании, обязан создать в стране такие политические, административные и экономические условия, которые обеспечат создание национального дома для еврейского народа». Конец цитаты. Мандат предписывал Британии содействовать еврейской эмиграции в Палестину и ускорение еврейского заселения на этой земле. Британия считала себя в праве действовать подобным образом, поскольку именно она только что освободила арабов от четырехвекового турецкого владычества и предоставила им огромные территории, на которых эта нация обрела полную свободу национального выражения. Британия ощущала также, что евреи заслуживают особой признательности за их лояльность и помощь ей в ходе Первой мировой войны. Многие евреи сражались в союзных армиях и таким образом внесли свой вклад в освобождение Эра Цисраэль от турецкого владычества. Арабы же не сделали практически ничего, дабы избавиться от турок. Большинство арабов, как отметил Ллойд Джордж и в особенности палестинских, поддерживали турок-мусульман. Исключением можно считать несколько налетов на Хиджасскую железную дорогу, предпринятых нерегулярными отрядами Т. Э. Лоуренса, который впоследствии немало потрудился, чтобы раздуть значение этих вылазок и, соответственно, свой личный вклад в победу над Османской империей. Помимо тех сотен тысяч евреев, которые служили в вооруженных силах стран Антанты, В военных действиях принимали участие и прекрасно себя проявили еврейские батальоны, созданные в рамках британской армии по инициативе сионистских лидеров. Этими батальонами командовал полковник Джон Генри Паттерсон. Они ощутимо помогли британцам в их кампании против турок в Самарии, Галилее и Трансиордании. Паттерсон был замечательным сионистом-неевреем. Этот британский офицер возглавил первое за многие столетия еврейское воинское формирование полк погонщиков-мулов, основанный Йосефом Трумпельдором. Под его началом полк принимал участие в Галлополийской кампании. Затем Паттерсон возглавил еврейский легион, созданный Владимиром Жаботинским. Это был солдат и ученый. Он сотрудничал с моим отцом в Америке, когда тот приехал туда в составе делегации Жаботинского вскоре после начала Второй мировой войны, чтобы вести пропагандистскую кампанию за создание еврейского государства. «Они настолько задружились, что мои родители решили назвать своего первенца Ионатаном». В английском звучании это имя Джонатан сочетает упоминания о двух дорогих им людях «Джон в честь Паттерсона, Натан в честь деда Натана Милийковского». По торжественным случаям в моей семье выставляют серебряный кубок с надписью «Дорогому Джонатану» от его восприемника Джона Генри Паттерсона. Итак, в силу благодарности за военное содействие и признавая исторические права евреев, Британия поддержала сионистские усилия по созданию национального дома в Эр-Цесраэль. Именно британские политические деятели внесли упоминания о еврейских правах в текст мандатного поручения Лиги Наций, что было не особенно трудным делом, поскольку эти права были широко признаны. В сущности, мандат Лиги Наций не даровал евреям права на Эр-Цесраэль, но лишь признал их существующими и сохраняющими законную силу. Именно так звучит соответствующий параграф мандатного поручения. «Сим признается историческая связь еврейского народа с Палестиной и его право воссоздать в этой стране свой национальный дом». Такая формулировка стала возможной лишь потому, что образованные люди Запада твердо верили, что право евреев на Эр-Цесраэль даровано им самой историей и извечным устремлением еврейского народа к возрождению своей национальной жизни. Эта мысль была красноречиво выражена в 21-м году Уинстоном Черчиллем, которому покровительствовал тогда Ллойд Джордж. Цитата. Совершенно очевидно право рассеянных по миру евреев обрести свой национальный центр и национальный дом, дабы они могли там вновь соединиться. И где же еще быть такому центру, как не в Палестине, с которой евреев вот уже три тысячелетия связывают самые прочные узы? «Мы полагаем, что это будет хорошо для всего мира, хорошо для евреев, хорошо для Британской империи, но также хорошо и для арабов, проживающих в Палестине. Они получат свою долю выгод и прогресса от успеха всионистского начинания». Конец цитаты. Черчилль твердо верил, что евреи построят свой национальный дом в Эрц-Исраэль и принесут немалую пользу арабским жителям страны. Когда арабы обратились к нему с петицией, требуя запретить евреям приобретение земли в Палестине, он ответил им «Никто не нанес вам ущерба. У евреев более трудная задача, чем у вас. Вы можете пользоваться собственными владениями. Им же предстоит создать из пустыни, из бесплодных равнин, место, где смогут жить люди, которых они приведут сюда». Когда в Палате общин Черчилля критиковали за то, что евреям была предоставлена концессия на строительство гидроэлектростанции на реке Иордан, он ответил «Мне говорят, что и арабы могли бы это сделать. Кто в это поверит? Предоставленные сами себе палестинские арабы за тысячу лет не предпримут ни одной серьезной попытки произвести работы по ирригации и электрификации Палестины. Они вполне довольны тем, что нежатся, ибо это народ философского склада под солнцем на выжженной равнине, позволяя водам реки Иордан свободно течь в мертвое море». Конец цитаты. Как уже было отмечено, в начале 20-го столетия симпатии к сионизму получили широкое распространение по обе стороны Атлантики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Соединенные Штаты поспешили признать Декларацию Больфура. В июне 21-го года она была утверждена обеими палатами Конгресса а затем президент Гардинг издал постановление, обеспечивающее решению Конгресса силу закона. Итак, в 1922 году, после десятилетий политической борьбы, сионизм достиг пика международного признания. Дело его повсеместно считалось правым. Лидеры его пользовались всеобщим уважением и восхищением, а цель сионистского движения создания еврейского национального дома на обоих берегах реки Иордан рассматривалась как в высшей степени справедливая и правомерная. Конечно, речь шла о национальной территории весьма скромных размеров, а заболоченная и занесенная песками земля была беззащитна под лучами жестокого солнца. Но все же обещанная евреям территория была почти пуста и в достаточной степени просторна. Разве не возделывали их предки гелиадские поля в Заярдании, не высаживали виноградники на холмах Иудеи, не рыбачили на озере Кенерет, не выходили в море от берегов Яфо? Потомки древних израильтян смогут сделать все то же самое и даже большее. Ведь герцель предсказывал в своем романе «Старо-новая земля», что еврейское государство сумеет возродить древние традиции, применяя при этом все достижения науки и техники. Ведь Джордж Иллиот писала, что евреи создадут республику, в сердце которой будет сохранена культура и уважение ко всем великим нациям. Ведь предвещала она что евреи принесут свет западной свободы на деспотичный восток. В 1922 году, невзирая на зловещие тучи, нависшие над еврейским сообществом в Европе, создание надежного убежища и национального дома для евреев казалось делом скорым и несомненным. Никогда еще на протяжении двух минувших тысячелетий будущее еврейского народа не представлялось таким ясным и обнадеживающим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин